Армян пугают. Забвение Карабаха означает конец Армении. Армянские эксперты продолжают ждать реванша и пугают им Азербайджан. Армянские средства массовой информации продолжают распространять небылицы. В Азербайджане очень хорошо понимают, что в случае прихода к власти в Армении сил с национальным менталитетом повторное освобождение Карабаха и Сюняка действительно возможно как технически, так и с географической точки зрения, написал на своей странице в соцсети Facebook политолог Эдгар Элбакян. По его словам, президент Азербайджана Эльхам Алиев вновь разглагольствует о том, что, дескать, территории под названием Нагорный Карабах в Азербайджане не существует. Нагорно-Карабахский конфликт уже решен, и что в случае малейшей угрозы вернуть Шушу и Гадрут с армянской стороны, их попросту уничтожат на месте. И конечно же, он не забыл повторить, что Зангизурский коридор должен быть и будет открыт. Это означает, что в Азербайджане очень хорошо понимают, что в случае прихода к власти в Армении сил с национальным менталитетом, повторное освобождение Карабаха и Сюника действительно возможно, как с технической, так и с географической точек зрения. Де-факто протюркские и коллаборационистские власти Армении не имеют какой-либо воли к сопротивлению. Пока они у власти, надо любой ценой поставить Армению на колени, не позволив ей возродить армию и получить коридор через Сюник. Де-факто протюркские и коллаборационистские власти Армении отказались от вопроса Карабаха, оставив его полностью России. То есть в этом вопросе оставили потенциального союзника одного. Следовательно, у Азербайджана есть хороший шанс направить дипломатическое давление в этом вопросе полностью только против России, напоминая, что конфликта больше нет и что российским миротворцам в Баку не рады. Вывод таков. Первым шагом на пути к долгосрочности армянского проекта является избавление от де-факто протюркских и коллаборационистских властей Республики Армения. Важным приоритетом на этом пути является то обстоятельство, чтобы позиционирующие себя как оппозиционные силы сосредоточили все свое внимание в первую очередь на Карабахе, а также на Сюняке. Забвение Карабаха означает конец Армении, написал он.